уплачивается ежемесячно, они рассмотрели эти отпускные заработную плату, которые уплачиваются из фонда заработной платой. И сказали, что если это заработная плата, то фактически день получения дохода это последний день месяца. Значит, исходя из этого организация может перечислять МДФЛ, то есть не сразу, когда опуск выплачет, а когда она уплачивает МДФЛ заработную плату, то есть по окончанию месяца. Это просто как новый, ну не только новый день, а какой-то новой линии, хотя и раньше были такие постановления, но они тоже очень часто были. Но если организация даже приняла такое решение, все равно она понимает, что обставить день придется в суде, потому что налогники однозначно говорят, что вы перечисляете отпускные, снимаете деньги на отпускные, платите МДФЛ в бюджет. Дальше еще очень интересное постановление судебное, которое сказало, что можно учитывать по налогу на прибыль материальную помощь в отпуску. У нас, если смотреть 270-ю статью налогового подпуска, то там четко прописано. Материальные промышленности не учитываются при расчете налога на прибыль. Это постановление Федерального арбитражного суда Волга-Виадского округа. Оно от 1 сентября 2009 года. 1 сентября 2010 года. Номер А-39, А-339-28-14, дробь 2009. Единственное, что здесь, как, может быть, плюсик, как это можно обосновать. Эта материальная помощь прописана, во-первых, в положении об оплате труда, и она выплачивается каждому сотруднику ежегодно, когда он учитывается в размере оклада. Вот это не ситуация, рассмотреть, да, не просто какую-то, какую-то материальную помощь. А именно вот то, что она ежегодная к окладу в размере оклада. И также они ее здесь рассмотрели, как оплату труда. То есть она предусмотрена положениями, она у нас с вами, как бы, оплат, да, стабильнее всегда выплачивается. То же является, как бы, оплатой труда. И уже рассматривали не как материальную помощь, которая не обладает НДС, налогу на прибыль, а как форма выплаты заработной платы. Это материальная помощь, и подпись в размере оклада. интересное тоже было судебное решение значит директор женщина ушла в зубе по уходу за ребенком и начислили большую премию когда проверял порядок начисления пособия не сказали что вот это время было начислено специально для того чтобы завысить размер пособия директор не согласился подали в суд в мая 2010 года в котором были представлены все документы по расчету пособия суды и проекты суд проверил правильность расчета и сказал что он не видит основания для того чтобы не признать но не разместить сумма этого пособия на порядок расчета пособия соблюден и все совершенно правильно поэтому они смогли отставить вот это пособие процесс разместила на пособие нужно усердно новым постановлением пишите фаз федеральный арбитральный суд капли сибирского округа от 19 05 2010 номер а 20 андрей 27-25 еще раз 299 до 2009 25 299 до 2009 тоже как бы интересное постановление московского область рассматривалось о том что налоговики пришли на выездную проверку на числе основания свидетельских показаний то есть они собрали эти показания и сказали вот у вас серая зарплата на что суд сказал что все свидетели которые не заплатили НДФЛ с их серой зарплатой в бюджет то есть не подали декларацию по окончании года не могут выступать свидетели то есть сначала эти свидетели должны заплатить НДФЛ отчитаться по тем доходам по которым налоговики не удержали и только в этом случае должны выступать свидетелями для того чтобы доказывать о том что зарплаты действительно выплачивать это тоже свежие совсем не искать человек получал получал потом он уходит в дегреб и ему возвращать начинается НДФЛ вот я смотрю письмо есть такое что ты не можешь возвратить человеку НДФЛ если у него нет зарплаты ты не можешь окаживать НДФЛ чужими деньгами то есть как вы не вернуте эти деньги ну вы смотрите в этой ситуации получается что возврат НДФЛ на сегодняшний день до первого ряда 2011 года остается на предыдущем варианте то есть вернуть если это излишне удержанный НДФЛ именно излишне удержанный НДФЛ то можно вернуть только в счет дохода будущих доходов этого налогопротечения то есть действительно если она ушла в дегреб и документ дохода вы ничего вернуть не можете только в счет будущих доходов то есть я ее когда буду сейчас подавать на нее сведения у меня эта сумма будет висеть как излишне уплачено да да теперь любой вариант значит человек у меня получил у меня купил квартиру получил налоговый вычет 115000 так там получается НДФЛ 35000 при этом эту бумагу принес в сентябре месяце и на данный момент вот я начинаю у меня по зарплате почитается и на конец года у меня там зависает например 20000 если смотреть по заплате на начало года то вся 115000 я им в этом году уже начислила и программа мне ее ставит в январь но получается мы уже до сентября выбрали эту 4500 а потому что он такой получил и теперь получается что у меня по программе это закрывается потому что он уже получил 215 тысяч уже а теперь получается что у нее сумма зависает а там написана такая бумага что с разрешения налоговой инспекции а как мне теперь то есть заклад что он получил а вернуть я ему вот эти уже деньги получается опять же не могу потому что у него доход но в этом случае вот та статья 231 налогового кодекса как излишне значительные вернее излишне удержанный налог она не действует они говорят что когда действует имущественный вычер то порядок квадрата поделять 78 статью налогового кодекса как излишне уплаченный то есть вы должны написать заявление в налоговые органы и они должны вам вернуть эти деньги то есть через это единственное что у нас с 1 января 2011 года действует новая статья 231 статья налогового кодекса где прописан новый порядок возврата НДФЛ и там теперь новая ситуация там говорится о том что можно возвращать излишне удержанный НДФЛ за счет других средств налогового агента то есть это не обязательно должно быть в этом налогового платежа любых свободных средств которые подлежат перечислению за счет 2011 мы сейчас это только перечисляем в общую сумму нет, а в карточке он попадает нет, в карточке он попадает а вот еще и так вот для этого самого завода вот эти которые по 30% которые не резиденты мы выберем его 30% потом начинаем возвращать человек кончается в трудовой платформе я это начинаю увольнять и у него оказывается например что я у него выбрала 4 тысячи я должна его отправлять в налогового он может пойти в налоговый если вернуть ему сама я не могу даже если он в следующем месяце вернее в месяц у меня опять страдет на ты еще один с того года не может только в счет его будущего ты еще один с этого не могу нет, до 2000 с этого не может вы можете за счет своих средств а вот по этому по налоговому вычету я теперь должна писать письмо в налоговую просьбой вернуть мне деньги да, да то есть они будут рассматривать то есть тут действует порядок а вы начали эти деньги я должна уже когда подам на него декларацию когда должна написать это письмо ну сейчас не пишите когда вы увидите что у вас денег не хватает то есть я и могу сейчас написать это письмо не вернула какую-то штуку когда следующий год начнется а потому что пока еще не будет 3DFL он уже пишет сколько вернула организацию и сколько еще налоговой инспекции они так пишут там ну то есть когда он ультавление не принес вот с этого месяца мы ему предоставляем вычет имущество да а тот период в который он не успел до сентября то это уже запрещать налоговую инспекцию на основании декларации 3DFL ну пусть дают, а кто им не дают справа